МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Республики Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. Стаповое всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое, пломбир на сливках. Нежность притягивает противоположности. Снежный городок. Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне», передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, ну и главное, очень вкусные блюда. Друзья, ну вот еще одна следующая неделька безмятежного лета, и потом наступает для кого-то волнительный момент, для кого-то довольно привычный. Наши дети пойдут в школу. Именно поэтому мы сегодняшнюю передачу решили посвятить детям, а именно детскому школьному питанию. Ведь ни для кого не секрет, что в наших школах, к сожалению, качество питания не всех устраивает. Но и даже если питание хорошее, все равно ребенку, поскольку он много двигается и много тратит энергии вообще в школе, нужен какой-то перекус. Поэтому я покажу сегодня несколько, на мой взгляд, интересных идей. Вы, пожалуйста, смотрите, записывайте, запоминайте. Я думаю, они вам понравятся. Итак, смотрите, что у меня здесь на столе. В общем-то, довольно нехитрый набор продуктов. Здесь у меня зеленый горошек свежий. Я его предварительно отварил. Брусника, кукуруза консервированная, сливы, которые сейчас уже пошли, и тоже думаешь, куда же их девать. Мы сегодня придумаем, куда их деть так, чтобы это было интересно и вкусно ребенку. У него небольшой набор зелени, лимон, яйца. В общем, так, мы сегодня сделаем ребенку с собой в школу, соберем и попить, и перекусить. Попить мы сделаем брусничный морс, очень интересный. А закусить мы сделаем с вами оладий, причем два вида. Одни будут зеленого цвета, другие – желтый. То есть одни будут из зеленого горошка, а другие – из кукурузы. Ведь ни для кого не секрет, что все-таки дети, ну, вот такие продукты кушают не очень хорошо, поэтому мы их спрячем во вкусные хрустящие оладьи. Ну и начнем давайте мы, наверное, все-таки с морса. Сделаем мы вот в таком его кувшине. Высыпем бруснику. Возьмем несколько больших ложек сахара. Добавим мяты. И добавим вот такой травки, которая называется лемонграсс. В наших магазинах продается это, как правило, в наборах для супа том-ян, знаете такой. Наливаем сюда кипяток. Для начала немножко возьмем толкушечку и бруснику немножко продавим. Все, друзья, теперь мы доливаем кипяток. Такую процедуру можно сделать, в принципе, и с вечера, чтобы морс, который мы сделаем, был холодным. Вот таким образом закрываем и убираем в сторону. К концу передачи у нас будет прекрасный, вкусный и ароматный морс. Ну и продолжаем. Далее мы сделаем десерт, потому что ему нужно готовиться, да, он будет у нас стоять в духовке. Смотрите, в принципе, все очень просто. Мы берем вот эти вот сливы. Это наши местные сливы. Они уже такие переспелые. Некоторые думают, что с ними делать. Варить компот уже так есть надоело. Перекладываем вот в такую посуду, которая называется ультрапро. Далее мы сделаем смесь сахара. Здесь я взял коричневый сахар, который называется демирара. Добавим в него, что мне кажется интересным, ванилин и корицу. Перемешаем вот эту смесь. Она очень получается ароматная, потому что корица и ванилин работают просто беспрекословно, просто великолепно. И высыпаем сливы. Не нужно бояться, что сахара я добавил много. Накрываем крышкой и убираем в духовку. Температура 200 градусов приблизительно на 20 минут. Ну, а мы пока прервемся на рекламу. Потом обязательно возвращайтесь. Мы начнем делать оладушки. Спонсор программы – компания Тапповая. Единственный официальный дистрибьюторный центр Тапповая в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, Цокольный этаж. Телефон 28-73-26. Стапповая всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколение. Снежный городок. Это очень здорово, что вы вернулись и дождались второй части нашей передачи. Я вам обещал оладьи. Напоминаю, что оладьи мы сегодня делаем из зеленого горошка и из консервированной кукурузы. Давайте начнем с кукурузных. Сначала мы откроем баночку. Вот так открываем. И пересыпаем кукурузу в измельчитель. Добавим кукурузе немножко репчатого лука. Дело в том, что все-таки лук очень хорошо является хорошим ароматизатором и, прямо скажем, возбуждает аппетит, в том числе и у детей. Измельчаем. Вот у нас получается такая молотая кукуруза. Очень ароматная. Далее сюда мы разобьем одно яйцо. Добавим соли. Хоть и кукуруза сладкая, соли нужно добавить. Перемешаем яйцо и кукурузу. И добавим, конечно же, муки. Сразу вот так вот просеем. Потому что просеянная мука все-таки схватывается лучше. Смотрим по консистенции сами. И вот у нас тесто для кукурузных оладьев готово. Далее я предлагаю сделать тесто для оладьев из горошка. А второе тесто будет у нас состоять из следующих ингредиентов. Здесь зеленый горошек, свежий, отварной. То есть тот, который у вас, возможно, на даче-то, наверное, уже нет. Но он продается замороженный. И он намного вкуснее, чем консервированный. В него я добавлю лук не репчатый, а лучок вот такой зеленый. Несколько перьев. А также я добавлю листья свежей мяты, друзья. Потому что нет, наверное, вещей более сочетаемых, чем зеленый горошек и перечная мята. Обязательно перечная мята. Также накрываем и пробиваем основу для следующего теста. Итак, обратите внимание, какого интересного зеленого цвета получается основа. Берем другое замесочное блюдо. Перекладываем смесь в него. Разумеется, мы также разобьем одно яйцо. Яйцо перемешаем. Соль. Посолили. Яйцо вмешали. И начинаем добавлять муку. Потихонечку, чтобы регулировать густоту теста. Наверное, муки нужно побольше, потому что у нас там еще есть сок лимона и горошек тоже такой водянистый. Ну вот, наверное, вот такой консистенции, я думаю, будет тесто в самый раз. Согласитесь, интересная идея. И ребенку будет любопытно кушать такие оладьи. Потому что это красиво и привлекательно. Ну и невероятно вкусно. Потому что те ингредиенты, которые мы добавили, они прекрасно сочетаются с друг другом. Ну и нагреваем сковородочку. Наливаем растительное масло. Вот примерно вот так, чтобы полностью донышко закрывало. Ждем, пока масло хорошо прогреется. И начинаем обжаривать оладьи. Я думаю, вот с кукурузных мы начнем. В принципе, с одной банки кукурузы хватит, чтобы ребенку и в школу дать. И чтобы потом еще он мог вечером дома перекусить за чаем. Ждем, когда подрумянится с одной стороны. Переворачиваем на другую. Очень вкусно пахнет кукурузой. Скажу я вам. Мне кажется, моей дочери понравится. Снимаем порцию оладушек из кукурузы на салфетку. Чтобы промокнуть лишний жир. Он ребенку вообще ни к чему. Меняем масло. Ждем, пока нагреется. И готовимся выпекать такие прелестные, веселые оладушки из зеленого горошка. Вообще, согласитесь, у нас сегодня на кухне цвета просто, ну прям детские. Из зеленого горошка оладушки получаются более такие нежные. Кукуруза по природе своей грубее. Чуть-чуть поджариваем, переворачиваем. Выключаю плиту и снимаю оладушки из зеленого горошка. Также на салфеточку, чтобы убрать лишнее масло. И вот, собственно, последний. Друзья, ну что ж, у нас практически все готово. Вы помните, что у нас еще в духовке стоят сливы, запекаются вместе с ароматным ванильным сахаром и корицей. Оладьи мы сделали, давайте ненадолго прервемся. И в конце концов я покажу, как мы будем собирать ребенка в школу. Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хагасе, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 28-73-26. С «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое, пломбир на сливках. Нежность притягивает противоположности. Снежный городок. Итак, утро. Первое сентября, ну не первое, а, допустим, 13 октября. Ребенок собирается в школу, хмурый день. Утро, мало времени, а вы уже готовы. Смотрите, мы берем вот такой ланчбокс, от «Таповая», в нем несколько отделений, выкладываем парочку оладушков из кукурузы, ну и вот три оладушка из зеленого горошка. Оладушки мы привыкли с вами во что-то макать. Ребенок здесь, конечно же, не исключение. И я думаю, что в данном случае очень хорошо для этого дела подойдет, друзья, это не сметана. Это обычный йогурт, но только, разумеется, без всяких дополнений, добавлений и прочего. Просто чистый, обычный, кислый йогурт. Ну и давайте вспомним, что у нас здесь еще сливы были. Я думаю, что ребенок без десерта вряд ли обойдется в школе, потому что ему нужны будут углеводы. Смотрите, какие у нас классные получились сливы. Мы вот в это отделение положим ему несколько вот таких слив. И вспоминаем, что у нас же есть еще морс. Вот он готов. Я вам обещал, что к концу передачи все будет готово. Нажимаем и переливаем вот в такую бутылочку. И вот таким образом мы избавляем ребенка от необходимости покупать какую-нибудь колу или еще что-либо подобное. Закрываем. Все. Ну, опять же, повторюсь, что если такой морсик сделать с вечера, то он будет у вас холодный. А так он будет тепленький лежать. И всегда ребенку можно согреться. Ну что, в принципе, вот оцените идею. Вот с таким вот набором ребенок пойдет в школу и, мне кажется, будет доволен. Закрываем. И больше не беспокоимся. Но я еще вот что сделаю. Я вот эти сливы горячие положу в креманку. Представим, что ребенок со школы пришел. Положил в креманку. А сверху я, друзья, вот так вот беру. И выкладываю шарики фисташкового мороженого от компании «Снежный городок». Смотрите, сколько у меня его много. Дело в том, что «Снежный городок» также выпускает свое мороженое и в таре специально для кафе и ресторанов. Кому это интересно, имейте в виду. Ну, а вообще хочу сказать, что мне лично эта компания знакома очень давно. Но это всегда натуральные продукты и знакомый вкус из детства. Друзья, я надеюсь, что сегодняшние простые, незатейливые и, на мой взгляд, интересные идеи вам пришлись по вкусу. И вы обязательно попробуете их у себя дома. Тем самым порадовав своего ребенка, в принципе, полезной едой. Если вы чего-то не запомнили, то сегодня вечером на канале «Россия-24» в 19.00 наша передача повторится. Если вы хотите общения и посмотреть выпуски из наших прошлых передач и почитать мои рецепты, то я вас приглашаю в нашу группу в «Одноклассники». Она так называется «Муж на кухне». Найти у нас очень просто. Набирайте в поисковике «Муж на кухне» и, собственно, прямиком отправляйтесь туда. Ну что ж, до новых встреч и до новых рецептов. Это будет в следующую субботу. Пока. Спонсор программы – компания «Таповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Таповая» в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, Цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Таповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколение. Снежный городок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова